Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 18 июня 2023 года в Австралии состоялся боксерский вечер, в главном событии которого мексиканец Карлос Акампо, которого мы сейчас видим на наших экранах, с рекордом 35 побед, 2 поражения, 27 побед нокаутом, попытается оспорить временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе у Тимофея Дзю. Рекорд Тима Дзю 22-0, 16 побед нокаутом, этот свой временный титул он завоевал, победив экс-чемпиона мира Тони Харрисона нокаутом в девятом раунде. 28 лет Тиму Дзю, 27 лет Акампо, Акампо на взвешивании оказался чуть-чуть потяжелее, но Тим Дзю фаворит 14 к 1 у букмекеров перед этим боем. На самом деле Тим Дзю давно уже должен был бы драться с обладателем полноценного пояса Джермелом Чарла, но бой откладывался уже 4 раза. В итоге WBO предупредила Чарла, что если он не встретится вот с победителем вот этого боя до октября месяца, то пояса будет лишен. Итак, первый раунд. Тим Дзю в черных перчатках, Акампо в красных. Пытается нащупать дистанцию джебом мексиканец. Посмотрим, как у него получится. Дзю перекрывается блоком и так постепенно подкрадывается к своему оппоненту. Вот первая двойка от Тима Дзю, но Акампо продолжает действовать джебом. Акампо проиграл в первом раунде Эрлу Спенсу, когда дрался за титул. Потом у него было 13-1. Вот сейчас очень жестко пропустил сначала удар справа, потом левый крюк. Явно Акампо потрясен. И Тим Дзю, который перед этим боем обещал войну в ринге, показывает, что инстинкт убийцы у него есть примерно в той же степени, в какой и был у его знаменитого отца. Акампо опытный парень. Пытается спастись в клинче, но очередной удар справа отправляет его на канвас. Только начался первый раунд, а уже такой тяжелый нокдаун. Акампо встает, конечно, рефери считает и позволяет продолжить бой. Но мы понимаем, что Тим Дзю не будет откладывать дело в долгий ящик. Правый прямой, левый боковой. Опять тяжело падает Карлос Акампо. И это все. Очень впечатляющая победа. Между прочим, Тиму Дзю удалось нокаутировать Акампо даже быстрее, чем это сделал в свое время Эрл Спенс. Ну, теперь ждем. Либо все-таки Джермел Черло будет защищать свой пояс, либо отдаст его Тиму Дзю без боя. Не знаю. Хотелось бы посмотреть, конечно, бой с Чарл. А как вы думаете, если бой состоится, какие шансы у боксеров? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.